Нищий, по сути дела, это неразвитый человек. Он остался на уровне ребенка, он не научен отдавать, заботиться о ком-то, быть родителем, брать ответственность какую-то. Мы сейчас не говорим о хитросплетениях кармы, потому что есть люди нищие, потому что они больные, там есть разные ситуации. Мы сейчас говорим просто вот эта схема, которая работает, как это связано. То есть нищий, у него есть столько недостатков, столько пороков. Это, посмотрите, склонность всех детей быть жадными, жить для себя, у них нет стыда, они склонны к самым плохим, отвратительным поступкам, у них неразвитый разум. Нищий, по сути дела, это неразвитый человек. Вот посмотрите, нищий вмещает в себя, смотрите, сколько много недостатков. Так, к нищете приводит разрушенный разум, слабый разум. А что нужно, чтобы потерять разум? А что приводит к разрушению разума? Говоря прямо, это грех, греховная деятельность. Грех – это плохо. И вот когда человек не различает, что такое плохо, хорошо, означает слабый разум. Человек перестает тонко различать. А что нужно, чтобы прийти к греху? Перед тем, как человек совершит грех, он должен потерять стыд. И тебе не стыдно? Нет, не стыдно? Это уже моя привычка, это уже нормально для меня. Сначала теряется стыд, потом совершается грех. Грех ослабляет разум. А что нужно, чтобы потерять стыд? Отказаться нужно от добродетели. Доброты. От доброты. Я больше не хочу жить ради других. Я хочу жить ради себя. Все, я научен. Хватит с меня. Я отказываюсь от этого пути. Я отказываюсь от добродетели. Как мы сказали, она невыгодна. Это трудно. Гораздо легче будет жить просто для себя и спокойно. А что нужно, чтобы отказаться от доброты? Чтобы отказаться от доброты, нужно выбрать жадность. Жадность исходит, как мы говорим, сосед, есть зависть у него, и есть ложь. Два соседа. Жадность – это выбор. Я отказываюсь из-за жадности, поскольку есть природная жадность к чувственным наслаждениям. Естественно, существует. Я могу сделать такой выбор. Вот в этом заключается риск. Жадность приводит к потере добродетели, заботе о других. Потом потеря стыда. Я так живу, у всех на глазах, заботюсь только о себе, я эгоист. Затем эти эгоистические силы толкают меня к совершению греха, принимать чувственное наслаждение, потому что я имею право, это моя жизнь, никто мне не мешается туда. Это эгоистическая позиция. В конце концов, слабеет разум, и я теряю все. Теряю отношения, теряю все. Вот посмотрите. Нищий вмещает в себя, смотрите, сколько много недостатков. И единственное, есть у него преимущество, у нищего человека. Кто знает в чем? В чем его достоинство? Почему не вызывают сострадания? Его смирение. Смирение. То есть, он смиренный, ему не с чем себя отождествлять. Смирение, это и есть его богатство. И это смирение развивается благодаря именно потерям, сильным потрясениям в жизни. Это некое, скорее даже, подавление личности, нежеланное, вызвано страданиями сильными. А что говорят в священной книге? Развивайте смирение сознательно. Станьте смиренными, как нищие. Имея высокий разум, ни с чем себя не отождествляйте. Ни с богатством, ни с деньгами, ни с собственностью, ни с возможностью власти. Вот это принцип не отождествления, это смирение позитивное. К этому приводит щедрость. Вы не возгордитесь слишком сильно своими богатствами, если заботитесь о нищих людях, допустим. Потому что вы так поддерживаете их смирение. Отвечаете на их смирение. Не на их жадность отвечаете. Не на их недостатки. А вы видите в них что-то хорошее.